Есть такие свекрови, с которыми вы никогда не выстроите нормальные, хорошие отношения, потому что они психологические вампиры. И основной их целью является выпить всю вашу психологическую энергию, чтобы уничтожить и чтобы стать единственной хозяйкой своего сына. Поэтому очень важно на первом этапе понять, а кто вообще перед вами? Свекровь-нарцисс с расстройствами личности? Или обычная женщина, которая очень сильно любит своего сына, является такой зависимой, просто ревнует вас к нему и поэтому ведет себя как-то не очень хорошо. Меня зовут Константин Никулин, я семейный психолог-сексолог, и сегодня мы поговорим о том, что делать, если вам досталась такая свекровь. Ну и в конце я поделюсь конкретными техниками и фразами, как реагировать на какие-то разные выпады вашей свекрови. Вот пять признаков свекрови, от которой лучше держаться подальше, минимизировать максимально свое общение с ней, и может быть даже уйти из такой семьи, если вы видите вот эти пять признаков. Первый признак основной — это если по отношению к вам используется насилие, причем насилие разное. От сарказма и подколов заканчиваем прямыми оскорблениями, угрозами и даже физической расправой. К сожалению, я такое тоже встречал. Второй момент — это то, когда свекровь использует различные манипуляции, какие-то интриги, переманивая сына на свою сторону, а вас выставляя в негативном свете. Третье — это постоянный негатив, критика, агрессия, направленная в ваш адрес. Четвертое — это наоборот, когда свекровь нарочито, максимально вас игнорирует. Даже когда вы сидите за общим столом и обращаетесь к ней, она никак не реагирует на ваши просьбы. И пятое — это то, когда она использует патологическую ложь. Максимально лживо, максимально деструктивно по отношению к вам, и вам и своему сыну, вашему мужу она предоставляет разную информацию, специально сталкивая вас лбами. Вам нужно понять и не тешить свое самолюбие. Построить отношения с такими людьми очень и очень сложно, пожалуй, даже невозможно. Потому что эти люди не созданы для конструктивного общения, эти люди не созданы для того, чтобы понимать другую сторону. Основная их цель — уничтожить вас, чтобы полностью завладеть сыном. И здесь только если вы чувствуете себя максимально стабильно в психологическом плане, если вы устойчивы, то тогда вы можете просто как-то минимизировать общение и оставить его по каким-то важным вопросам. Но, поверьте моему опыту, хорошие отношения с таким человеком не выстроить. Может быть, вам кажется, что я утрирую, и таких людей не существует, но достаточно часто в своей практике я слышал разные истории. Например, когда свекровь могла обнажаться перед мужем для того, чтобы тот сделал ей массаж, могла садиться к нему на коленке в присутствии жены. То есть она максимально игнорировала наличие невестки в этот момент. Более того, если невестка как-то негативно реагировала, то там шли манипуляции и шантаж до такой степени, что человека могли даже уволить с работы. Она строила различные козни, делала все для того, чтобы невестка условно не выжила в этом психологическом аду. Напишите, кстати, в комментариях, с какими сложностями и трэшем вы сталкивались в своей жизни в отношениях со свекровью, может быть, ваши знакомые или подруги. Потому что такие истории обогащают не только мой опыт, но и опыт тех, кто будет читать эти комментарии и будут служить своего рода поддержкой. А как быть, если свекровь ничего такого не делает, но все равно бесит? Почему? Увидьте, что своим поведением, тем, что раздражает, она подсвечивает внутри вас. Чаще всего она таким образом подсвечивает то, что вы не можете сами себе разрешить, потому что есть какие-то внутренние барьеры. Кстати, есть еще не вот только такие нарциссы, ярко выраженные женщины, но есть еще и скрытые нарциссы. Это те люди, которые не будут напрямую вас унижать, как-то оскорблять, но они будут настолько сильно манипулировать чувством вины, они будут говорить, что они самые жалкие, они постоянно болеют, как же вам не жалко их, конечно, вы там гуляете, а она одна. И вот за счет этой манипуляции можно так сильно вить веревки из сына своего, из невестки, что это отравит жизнь еще сильнее. Кстати, видео по скрытым нарциссам можете посмотреть здесь или по ссылке под этим видео. Но хорошо, что если ваша свекровь, ну, слава богу, не такая жесткая нарциссик, тихо и более-менее адекватно себя ведет, но вас все равно она бесит. Потому что, например, она каждый день звонит вашему мужу, своему сыну, может быть, по нескольку раз на дню, она называет его сыночка, она постоянно признается ему в любви и как-то сюсюкает с ним, она требует много внимания, она просит ее подвезти, использует мужа как такси и вообще постоянно просит о чем-то. Она, может быть, очень сильно нарушает какие-то ваши границы, не слушает, постоянно дает какие-то советы, рекомендации, даже когда вы просите ее этого не делать. Или, что тоже нередко бывает, она ведет себя как бабушка с вашими детьми, разрешая им все, тогда, когда вы просили ее этого не делать. И самое обидное, что на все это ваш муж, например, говорит, ну это же моя мама, что я могу поделать? Например, у меня был случай, когда мама каждый вечер заходила в спальню к молодоженам и просто с большой любовью укрывала сына одеялом, целовала его, стояла, любовалась, могла прийти в тот момент, когда у супругов могла начаться близость, то есть никаких личных границ она не давала им почувствовать, потому что и с большой любовью, и заботой она очень любит своего сына. Но мы с вами понимаем, что происходит. Так вот, почему такое происходит? Давайте разбираться. К сожалению, есть некоторые женщины, которые могут получить психологическое поглаживание внутреннее, которое еще описывал Эрик Берн, только в роли родителя, в роли мамы, например. И другие роли, супруги или хорошего какого-нибудь работника не доставляют им той радости. Более того, эта роль материнская, она очень социально одобряемая. Нет ничего плохого в том, что ты очень сильно любишь своего ребенка. Это же нормально, это хорошо. И вот эти женщины, как правило, не очень психологически зрелые. Они нормальные, адекватные, у них может быть высокий IQ, но психологически они могут быть как дети, которые, знаете, заигрываются в куклы с той лишь разницей, что они играют не куклой, а живым взрослым сыном. И они настолько влюбляются в эту роль, настолько заигрываются, что забывают перерезать пуповину. Да, как мы с вами знаем, что если мама с настоящим живым ребенком не перерезать физическую пуповину, то будет инфекция, и будут заражены и мама, и ребенок. Поэтому нужно делать это вовремя. Но сделать это сложно, кстати, особенно если это именно сын, потому что, к сожалению, сейчас в некоторых семьях до сих пор ценность девочки меньше, чем ценность мальчика. И такая мама, которая родила себе сына, даже можно сказать в психологическом плане себе идеального мужчину, потому что ребенок любит тебя просто так. Большинство детей, ну подавляющее, в них заложена любовь к родителю. И так легко, так приятно наслаждаться этой любовью, особенно когда выстраивать отношения с равным для тебя мужчиной не получается, сложно, нужно обсуждать какие-то моменты, легче сказать, что он плохой, он алкоголик, он какой-нибудь грубиян, да, и уйти полностью в заботу о сыне, уйти полностью вот в это материнство. И к чему мы приводим? К тому, что она так много любви, энергии, сил действительно в него вложила. А когда ты во что-то вкладываешь свои силы и энергии, для тебя это становится сверхценным. И как теперь отдать такого принца какой-то непонятной девки. И такая женщина, она испытывает реальную ревность и может быть даже потребность в том, чтобы от сына получать любовь. То есть это были такие инвестиции. Я вложу в тебя, но затем я буду получать дивиденды. Неосознаваемость, скорее всего, единицы, кто это делает осознанно, но большинство это делает бессознательно. И когда ребенок подрастает, там включаются манипуляции. Как много я в тебя вложила, ты неблагодарный сын. Конечно, мать одна, а этих девчонок будет много, а ты променял меня на какую-то там девчонку. И вот эти манипуляции будут сыпаться очень сильно, особенно если вот женщина полностью ушла в материнство. А что делать, если свекровь оскорбляет меня матными словами, когда мужа нет дома? Самое лучшее, что вы можете сделать, это держать под рукой диктофон, чтобы записать это и потом показать мужу. А уже его будет задача защитить вас от этого. В свое время мне одна женщина на консультации поделилась очень интересной историей, что когда она родила себе малыша и находилась в роддоме, то она прям с таким упоением говорила о нем, очень говорила, что как я рада, как я долго тебя ждала, теперь мы будем вместе, я подарю тебе всю любовь. Ну вот просто когда кормила, и акушерка, ну или кто-то из медперсонала, видела это, слышала, и она говорит, что мне очень понравилось, я до сих пор благодарна той женщине, которая мне сказала, запомни, ты родила ребенка не для себя, когда-то он вырастет и уйдет в другую семью, у него будет своя жена и своя семья, и если ты желаешь счастья своему ребенку, начинай готовиться к этому уже сейчас. И вот она мне рассказала о том, что была очень благодарна за такой дельный совет в самом начале, понимая, что это не твоя собственность, это не твоя кукла, ты растишь отдельную личность, которая так получилось, пришел в этот мир через тебя, но это не твоя собственность. И, к сожалению, чтобы это осознать, понять и сепарироваться, и быть готовым хотя бы к сепарации, нужна достаточная психологическая зрелость. Если ее нет, то ребенок это как моя рука, как моя собственность, я захочу согну, захочу заберу, и такое отношение, конечно, очень деструктивно влияет на семью сына. Что делать? Первое, пожалуй, и самое главное, это разъезжаться. Да, конечно, я понимаю, что могут быть разные ситуации, финансовые в том числе, когда вы вынуждены жить вместе под одной крышей с родителями жены или мужа. Это может быть как временный период, месяц, три месяца, полгода, год, ну максимум два года, каждый определяет для себя сам, но даже несколько лет уже могут очень пагубно повлиять на семью сына или дочери. Да, конечно, может, вы скажете, ну тогда и грош сына этим отношениям, если живя с родителями, их семья разрушилась, но на самом деле это очень сильный стрессовый фактор. И да, конечно, если все достаточно дифференцированы, сепарированы, психологически зрелые, то минимизация конфликтов будет очень большой, да, то есть не будет конфликтов в такой семье. Но большинство семей, они все-таки находятся в большом слиянии, какие-то есть патологии, какие-то есть сложности, и возникают, как правило, в таких семьях конфликты на кухне, 100% страдает интимная сфера, 100% есть вот этот дисбаланс власти, кто здесь главный, кто нет. Поэтому основная рекомендация, сколько бы вам лет не было, даже если у вас есть иллюзия о том, что вы должны жить большой семьей, подумайте, пожалуйста, на тему того, чтобы сепарироваться и жить отдельно, даже если очень удобно. Мама, значит, ребенка, мама помогает по дому, мама, я имею в виду свекровь, она готовит, вы работаете, муж работает, и все счастливы. Ради бога, если всех все устраивает, пожалуйста. Но все-таки это не до конца сепарированная семья. И в таких отношениях дети, как правило, тормозятся в своем психологическом развитии, потому что быт размазывается на более старшие поколения, потому что мы меньше ответственности, как дети берем на себя. И это говорит о том, что разные роли получаются. Поэтому лучше какая-то съемная, может быть, самая даже простая, простенькая однокомнатная квартира, но своя, где вы будете сами уже единолично выстраивать свой быт, интимную жизнь, сами влиять на воспитание детей и так далее. Чем длительное, долгое проживание под одной крышей с кем бы то ни было, это всегда такой дополнительный стрессовый фактор. А что, если она лезет со своими советами в воспитание нашего ребенка, балует и все ему разрешает? Вам важно понять, что вы должны отстаивать не только свои границы, но и границы своих детей. И это нормально, и вы имеете право сказать примерно следующее, что это не ваши дети, это ваши внуки. И я как мать несу юридическую ответственность за их здоровье, состояние и жизнь. Поэтому последнее слово и ответственность за то, как будет складываться воспитание моих детей, лежит на мне. Второе. Это, пожалуй, самое главное. Границы. Личные границы. Защищать границы от своей матери должен ваш муж. Вы от своей матери, он от своей матери, ну или отца тоже, отцы тоже всякие бывают. Вы должны быть вот бок о бок, вы должны быть одним целым. Должны спина к спине, защищаться от нападок в вашу сторону. К сожалению, под маркой любви делается очень много действий, которые разрушают семью. Под маркой любви мы навязываем вам свою заботу, а в итоге, на самом деле, мы навязываем контроль. И вот это важно тоже отслеживать. Иногда даже полезно отказаться от какой-то родительской помощи, даже если в моменте вы что-то потеряете, нежели потом быть зависимыми и быть должными. Когда родители делают это искренне, ничего не просят взамен, это другое. Но когда вам припоминается и в виде манипуляции это потом преподносится, это может стать большой проблемой. Да, еще раз подчеркну, со своей мамой, с вашей свекровью, границы должен выстраивать ваш супруг, ее сын. Но, к сожалению, это может быть невозможно. Если ее сын, ваш муж, не до конца сепарирован, если он считает, что мама всегда во всем права, если он не может защитить свой выбор, выбор жизни, выбор профессии, выбор вас, как спутницы его по жизни, если он говорит, что это мама, она имеет свое мнение, имеет право высказывать его, и если он постоянно чувствует такую токсичную вину перед ней, что ну вот мы не можем поехать отдыхать, потому что мама же одна, ей там тяжело, плохо, у нее сердце больное, поэтому мы должны лето провести с ней и помогать ей на огороде. В общем, различная такая сильная соцзависимость и невозможность отделиться. Вот это может стать таким очень сильным барьером, к сожалению, на пути к сепарации. И если у вас возникает мысль о том, что хорошо, как тогда помочь мужу сепарироваться от мамы, это на самом деле очень-очень непростая задача. Почему? Потому что сепарироваться должен он. Ваши фразы, уговоры, манипуляции, шантаж, просьбы, умаляние на коленях, все что угодно, чаще всего не приведут к какому-то сильному, хорошему результату, а скорее всего, лишь испортят ваши отношения с мужем. Помните о том, что если вы будете постоянно ругаться с мужем на эту тему, то они сильнее объединятся, мама и сын, потому что у вас конфликт с ней и конфликт с ним. Получается такая незримая коалиция. Это невыгодно, нужно действовать по-другому. В конце расскажу как. И важный момент, еще такое большое одно но, которое я бы хотел сказать. Подумайте, а действительно ли проблема только в муже или только в свекрови? Может быть, какая-то есть часть ответственности за то, какие у вас отношения в вас? Я ни в коем случае вас не обвиняю, но иногда мы заложники той ситуации, в которой мы находимся, и нам кажется, что проблема только в ней. Это ужасная какая-то тетка, сварливая баба, которая, ну за что мне она досталась, почему так? Я хочу, не знаю, знаете, сколько ищут там заговор против свекрови, как отвазить свекровь из дома. То есть много женщин, которые страдают от этого и сфокусированы на том, что самый большой тиран и ужасный человек на свете это их свекровь. А может быть проблема в вас? Попробуйте подумать на эту тему. Как бывает? Бывает так, что когда, например, у вас в детстве или в юности были проблемы с вашей мамой или папой, ну допустим, например возьмем маму, когда они вас постоянно тыкали, говорили как вам жить, как там не жить, за оценки, ругали, хвалили и так далее, и вы вырываетесь из этого гнета, выходите очень сильно и говорите так, все, баста, теперь я буду жить так, как я хочу. Уезжайте, может быть, куда-то далеко, поступайте туда, куда хотите. В общем, как вам кажется, сепарируйтесь, но на самом деле вы не сепарированы. Можно находиться за тысячи километров друг от друга и быть в сильнейшем слиянии, даже, допустим, если вы созваниваетесь раз в неделю, но что такое слияние? Это то, когда мы психологически не сепарированы, то есть я живу в таком контрсценарии, я буду делать все, чтобы доказать, что я личность, я буду делать все назло даже где-то родителям, чтобы показать, как я решил, так и будет. Вот это непроработанность детско-родительских отношений. Кому-то это может показаться взрослостью. Взрослость это то, когда ты говоришь, что в принципе я могу поступить и как мне родители говорят, и как я хочу. Я просто выберу как лучше, а не то, что если это говорят родители, все, я точно так делать не буду. И что получается? Вот если есть такое еще психологическое слияние со своей мамой, например, то бывает так, что мы невольно проецируем образ своей мамы на свекровь. И может быть, вы на самом деле воюете с ветерными мельницами. Да, эта женщина, может быть, любит своего сына. Да, она периодически приходит к вам в гости, что-то советует, как-то старается поучаствовать, проявить свою любовь. И вы в этом видите жесткие нападки на ваши личные границы. Потому что там и тогда, в детстве, например, вам не было возможности отстоять свои границы. У вас не было такой возможности, и вы до сих пор продолжаете доказывать сами себе и своим возможно родителям, что нет, так не будет. И вы видите свекровь, так, это еще что за тетка? Еще она мне будет диктовать, еще она будет суваться в нашу семью. Я ее отважу, я сделаю все, чтобы ее не было в нашей семье. Вот подумайте, нет ли у вас вот такой энергетики, нет ли у вас такого психологического процесса, который влияет на женщину, которая просто очень такая семейная и очень любит своего сына. Может быть, она даже вас, кстати, любит, но вас это бесит, потому что есть непроработанный конфликт с вашими родителями. Но если так получается, что вы понимаете, да нет, у меня были прекрасные родители, с ними все хорошо, они уважают мои границы и здорово, но вот здесь идет нарушение границ, постоянно какие-то советы лезут и так далее, и так далее. Что я еще рекомендовал вам сделать, чтобы немножко успокоиться? на самом деле, нет идеальных людей. И в детстве, в юности мы живем в иллюзии, что мы найдем идеального человека, нашего спутника по жизни и проживем с ним или с ней всю жизнь от начала и до конца. И вот в этом таком черно-белом дихотомическом мышлении мы застреваем. И на самом деле, это признак детского незрелого мышления. Что я вам предлагаю? Я предлагаю вам увидеть в своей свекрови не только минусы, но и плюсы. Посмотреть на нее более таким широким, на самом деле, зрелым, взрослым взглядом. И может быть, даже проделать такое упражнение. Вы можете закрыть глаза, представить в своем воображении перед собой вашего мужа и представьте, что вы, глядя ему в глаза, говорите, ты мой муж и я принимаю тебя, таким какой ты есть, вместе с твоей семьей, вместе с твоей свекровью. Я понимаю, что это твоя мама и другой мамы у тебя никогда не будет. Затем вы можете представить образ свекрови и сказать, что вы мама моего мужа и я признаю вас в этой роли. Я ценю вашу жизнь, ваш опыт и я благодарю за то, что вы подарили этому миру такого человека, как мой муж и я благодарю вас за то, что я имею возможность с ним жить. Попробуйте проделать это несколько раз. Если сейчас после моих слов у вас идет сильное сопротивление и даже какое-то отвращение к тому, чтобы это делать, может быть, как раз-то вы застряли и это сопротивление показывает то, что вам необходимо это сделать. Я не настаиваю, почувствуйте. Но может быть, из этого родится что-то более такое мощное, более интегративное. Вы сможете посмотреть на вашу свекровь другим взглядом, не взглядом оценщика и взглядом осуждающего человека. Но если вы понимаете, что у вас свекровь, как вначале я описывал, или сын не может постоять за вас, а она действительно лезет, она действительно прям в любовнице к нему навязывается, и она действительно обожествляет своего сына и смотрит на него, как на мужчину, а вас недолюбливает и постоянно критикует и что-то делает подобное, то вот рекомендации, что делать в таком случае. Должна ли я любить свою свекровь? Нет, не должны. Напитывать ее своей любовью вы не обязаны. Ей поможет своя духовность, развитие и психотерапевт. Вот любить своего ребенка это естественная функция. Любить маму своего мужа такой заложенной природой функции нет. Поэтому лучшее, что вы можете ей дать, это уважение. Уважать ее, как в принципе и всех остальных других людей, с кем вы контактируете. Если она постоянно донимает вас какими-то своими советами, рекомендациями и говорит, как что сделать, реагируйте просто. Там, не знаю, мама или по имени-отчеству спасибо вам большое за совет, я подумаю на эту тему. Если в ее советах и рекомендациях присутствует какая-то критика, такая очень скрытая агрессия, которую сложно понять, но вы чувствуете, что это идет таким с подколом, то скажите спасибо вам большое за совет, мне очень приятно, что вы делитесь своим опытом от чистого сердца и из благих побуждений. Если это не так, мама либо секнется, либо перестанет это делать в таком большом количестве. Если она напрямую как-то использует какие-то манипуляции, она как-то агрессивно к вам настроена, вы можете задавайте вопрос, спрашивайте, скажите, пожалуйста, вы какой реакции от меня хотите, с какой целью вы мне вот сейчас это говорите, чтобы что. Вообще, по тому, как работать с манипуляцией, у меня есть отдельное видео, я рекомендую вам его посмотреть, там и не только со свекровью, с мамой, с кем угодно, но вообще задавать вопрос, а с какой целью вы мне это говорите и в такой форме, он очень полезный, потому что он разоблачает манипуляцию и манипулятора. Также хорошо использовать психологическое айкидо, это то, когда на какую-то претензию в ваш адрес, прямую, открытую, вы реагируете мысленно соглашаясь как бы с формой, но не с содержанием. Можно сказать, да, конечно, как вам не повезло, я ужасная, наверное, самая плохая какая-то невестка на свете, мне так жаль вас. Можете почитать еще больше примеров такой техники психологического айкидо у Михаила Литвака в книге, которая так и называется психологическое айкидо. Смысл заключается в том, что вы не спорите, вы таким образом обезоруживаете свекровь, вы как бы соглашаетесь по форме, вы забираете у нее ее оружие и жалеете ее. И на это реагировать как-то негативно дальше уже сложно. Ну и, конечно же, границы, границы, еще раз границы. Если мамы слишком много, если она постоянно что-то говорит в ваш адрес, дистанцируйтесь. Вы можете не брать телефон, вы можете говорить, что извините, молоко убежало, мне нужно прекратить сейчас наш разговор, потому что у меня там дела. Дистанцируйтесь и вы имеете право на это. Вот еще бывает так, что обращаются ко мне за консультацией женщины, которые, им очень сложно как-то отказать свекрови, и свекровь, она действительно пользуется этим, она нарушает границы. Они говорят, ну как же, это же мама, а что если она, мама моего мужа, а что если она будет плохо обо мне думать? Вот здесь я всегда даю такую простую фразу, такую мантру, которую вы можете произносить про себя, даже если свекровь что-то негодует, и вы боитесь, что она будет плохо о вас думать. На самом деле она имеет право это думать. И фраза такая, которую вы не вслух, а про себя можете говорить. Я разрешаю вам разочароваться во мне. Я не буду делать все, что только там в моих силах и не только, чтобы вы думали обо мне хорошо. Потому что это уже тоже идет созависимые отношения. Я разрешаю вам разочароваться во мне. Я не идеальная жена, которая живет не идеальную жизнь, которая не идеально воспитывает детей и не идеально готовит. И это нормально. Я не супер-женщина, я не супер-робот, я не какая-то идеальная. Я просто человек. И это нормально, что вы можете разочароваться во мне, и вы можете что-то не видеть. Но при этом я имею право остановить тот негатив, который идет в мою сторону и не слушать его. Но вы можете разочароваться во мне. Это ваше право. Здесь важно понять, вас бесит больше то, что она с ним сисюкается и относится как к маленькому, или то, что у него с ней более развитая эмоциональная связь. Почему она не может в принципе проявлять к нему свою любовь? Подумайте на эту тему. Но еще раз подчеркну, отстаивать границы с своей мамой должен ваш супруг. Это его отношение. Если так получается, что на почве взаимоотношения с его мамой у вас постоянные конфликты, ссоры, вы плачете, вы понимаете, что она ему как любовница, она лезет и третирует вас постоянно, то я очень рекомендую не откладывайте, обратитесь к специалисту. Я, как семейный психолог, уже достаточно долго помогаю парам разобраться в таких сложных темах, как в том числе взаимоотношения с родителями. Я не занимаю чью-то позицию мужчины или женщины. Я всегда на стороне отношений и помогаю индивидуально паре подобрать то решение, которое подойдет именно им сейчас, с их согласия, для того, чтобы они были счастливы. Я не навязываю какую-то свою картинку мира, что вот мужчина должен это, женщина должна это, поехали. Нет. Я стараюсь найти те точки соприкосновения, которые есть у пары. Поэтому, если у вас назрел конфликт, если вы не можете его решить достаточно долго, обращайтесь ко мне за консультацией. Подробная информация обо мне и моих консультациях есть по первой ссылке под этим видео. Ну, а также делитесь своим опытом, что помогло вам выстроить нормальные отношения со свекровью. Может быть, как раз-то только уйти далеко и быть в нейтралитете помогло вам. Поделитесь, пожалуйста, для того, чтобы другие женщины, которые будут смотреть это видео, взяли для себя какие-то также полезные идеи. Ну, и подписывайтесь, если вам интересно то, что я говорю и как я говорю. Ну, и ставьте лайк или дизлайк в зависимости от того, как вам конкретно это видео. Желаю благополучия вам и вашим близким и вашим семьям. До встречи в следующем видео. До встречи